Приветик, сегодня мы с вами будем рисовать монитор. Я уже начала тут рисовать. Продолжаем. Сегодня мы с вами будем говорить о мягких карандашах. Мягкие карандаши позволяют художнику выразить свои идеи благодаря тонерозе, воспроизведению фактуры, наложению штрихов и акварельный карандаш. Это обычный карандаш, но если опустить его в воду, то можно использовать как акварельную кисть. Пластики. Мягкий ластик, по-другому мы его называем клячка, обычно используется для рисунков углем и постели. Но ему можно найти применение и в рисунке карандашов. Этому ластику можно придавать любую форму. Это его основное достоинство. Он помогает выработать позитивный подход к рисованию, поскольку предназначено приносить новое в рисунок. Виниловый ластик. Обычно им стирают штрихи углем, постелью и карандашом. Его можно использовать также для создания некоторых видов штрихов. Индийский ластик. Используется для удаления штрихов, нанесенных световым карандашом. Чернильный ластик. Очень трудно полностью удалить штрихи, сделанные чернилами. Ластики. Для удаления чернил, в машине написанного текста, выпускают в виде карандаша или имеют круглую форму. Можно пользоваться комбинированным ластиком, а не с которого удаляют карандаш, другой чернилами. Что вам скажу сейчас про цветные карандаши? Цветной карандаш – весьма выразительное художественное средство. Обладающий широким спектром, зачастую поразительных эффектах. При всей кажущейся скромности этого инструмента рисование с его помощью можно достигать высокой степени реализма, чем он славится в первую очередь, или создавать красочные картины в более свободной манере. Цветные карандаши бывают двух типов. Водорастворимые и водоустойчивые. Карандаши каждого типа производятся различными компаниями. При выборе цветных карандашей следует учитывать такую их характеристику, как светостойкость. Цветными карандашами можно рисовать на многих поверхностях. Но подавляющее большинство художников, конечно, предпочитает пользоваться высококачественной, прыгой бумагой средней шероховатости. Бумага должна быть мягкая, но не настолько, чтобы по ней нельзя было провести четкую твердую линию. Проверяйте обе стороны. Главное, не пытайтесь судить о бумаге просто под рифами или по щупу. Поначалу стоящим испытайте бумагу, можно только порисовав на ней карандашом. Подпишитесь на мой канал, возьмите на колокольчик и смотрите. Вот, benchmark. Хм. Н Wells. Вот. Нmes, вечно. В... APPS Ахм- Ахм- В... Ахм- Субтитры сделал DimaTorzok